всем привет я рада вас приветствовать на своем канале это очередная серия будни вышивальщицы эту неделю я решила начать с лонг-дога вообще у меня есть ощущение что в ближайшие пару-тройку недели вы будете его видеть очень много потому что я на предфинишной прямой мне осталось вышить здесь часть где будут зайцы и здесь еще один заяц вот такой же в короне заяц вот действие точки завернуться создавая некую рамку и рампа периметру так что вы понимаете осталось совсем немного а когда я предчувствую скорый финиш я начинаю все внимание уделять работе это не могу переключаться потому что мне хочется быстрее быстрее уже получить готовую работу и я вот вышивала активно вы уже можете видеть нового героя это один из тех элементов которые меня можно сказать зацепил в этом сюжете вот после собак это вот эти зайцы с коронами мне кажется это очень интересно смотрится такой элемент во первых оригинальный а во вторых как-то заяц короны для меня это сразу вызывает ассоциации англия королевский двор вы какие-то геральдические символы но очень интересно поэтому я постаралась так чтобы вот сегодня у меня был завершён один элемент не было интересно посмотреть на зайку вот эти вот точечные крестики еще будут зашиты темным но так целом он уже виден что с ним происходит и еще у меня план этой неделе это обязательно завершить икону я обещала это сделать до конца июля и у меня будет очень много сил и времени выделено на то чтобы выполнить эту цель и я очень надеюсь на то что это получится все таки решила в эти выходные поехать снова на дачу сильно показывать там цветы и все остальное не буду потому что мало что есть шли дожди ничего не растет и сейчас цветы выросли так как они обычно бывают уже в конце мая а сейчас уже можно сказать вторая половина лета поэтому климат в этом году конечно не для посадок в принципе вот покажу по крайней то что есть такая прекрасный розы здесь еще одна мой план максимум на эти выходные это собрать черную смородину собрать крыжовник может быть даже в лес сходить ну давайте еще пройдемся покажу что еще раз из семян я вырастила бархатцы такой красивый окрас еще хорошо цветет куст сажала не я поэтому я не знаю его название но он каждый год очень обильно цветет он достаточно большой если кто-то знает название то буду рада ваши подсказки я в этом году снова сажала ассортии васильков но пока распустились только достаточно классические цвета вот голубой белый и такой вот лавандового цвета конечно все заросло мы здесь давно не были несколько недель недель 3 до него каждый все подзросло красавцы а вот на этой клумбе все более удачно 1 цветок 20 так это вообще такая маленькая желтое солнышко и 3 цвета эти меня очень радует и вот распустилась одна лаватера как красивый граммофончик будет будет позже вот еще бутоны завязываются так что будут еще можно сказать первое но безусловно живописнее всего смотрится смородина я ее буду собирать и крыжовника в этом году тоже очень много мне это радует потому что из крыжовника я делаю варенье мы потом всю зиму его с блинами кушаем и запасаемся домашними витаминами сегодня я очередовал занятия сначала собирала ягоды потом села немного повышевать и я рада сообщить вам что я закончила икону здесь на даче не очень хороший свет стараюсь как могу показать обязательно будет итоговое видео отдельное по этой работе потому что это новинка это первый отшив который мне доверили на я хочу все-таки сделать отдельное видео где я расскажу все свои впечатления расскажу какие-то основные моменты о процессе отшива с чем я столкнулась то есть я бы представляла категорию вышивальщиц которые никогда подобной техникой не вышивали и вот как раз что можно взять набор и при помощи инструкции разобраться и выжать вот эту красивую работу несколько основных моментов все равно здесь расскажу вышивать было очень легко здесь по сути две простые техники это пришивание шнура мононитью он очень мягкий укладывался комфортно и удобно я не испытал никаких проблем и вот остаток у меня совсем небольшой но здесь все было с достаточным запасом то есть указан метраж каждого отдельного элемента и по окончании этого элемента у меня обязательно оставался еще небольшой кусочек и дальше нужно было вышивать бисером бусинами и тоже по остаткам все достаточном количестве самых больших бусин у меня осталось 5 штук по остальным тоже вот столько в органайзере очень хорошего качества бисер и бусины у меня брака было ну наверное одна или две штучки всего лишь я считаю это очень хороший результат бисер ровный пришивается комфортно так что впечатления об этом наборе у меня самые 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 приятные сейчас так немножечко разбегаются мысли в разные стороны потому что я очень рада я успела закончить эту работу в срок я на протяжении всего процесса вам рассказывал кицы промежуточные впечатления могу сказать если вы не хотите смотреть отдельную серию то могу сказать что этот набор производителя художественные мастерские техника называется кружевная и если вдруг вас вот данная тематика интересует то я бы вам порекомендовала вышить себе подобный набор он планируется в восьми разных цветовых гаммах я вот выбрала красный очень очень комфортно вышивать правда все материалы качественные я не знаю кто производитель шнура и бисер с бусинами но могу сказать что вот материалы правда очень очень качественные работать ими комфортно никаких проблем я не испытала и также я еще была приятно удивлена мононити гамма я как-то на нее не обращала внимание вот но поработав этом наборе была катушка целая вложена я могу сказать что мне очень понравилось она здорово укладывается и это та нить которую можно распутать даже если там завязался небольшой узелок это для меня важно потому что все таки при работе с мононити она легко может запутаться и достаточно сложно там вот маленький кусочек прикреплять закреплять с этой нитью не было очень комфортно работать также в наборе были вложены иголочки на две иголочки для пришивания шнура и одна для работы с мононитью к сожалению одной иголочки для работы с мононитью мне не хватило она у меня в итоге сломалась и я уже взяла свою иголочку и еще большим плюсом этого набора является то что основа на которой надо вышивать укреплено флизелином это добавляет комфортности потому что основа плотная и в ней очень хорошо задерживается мононити шнур то есть как пока вы пришиваете шнур или бисер и бусины мононить не выскакивает то есть она ведет себя как обычная нитка как бы сделали стежок все они не пытаются распуститься дальше это было очень удобно и комфортно для себя это отметила как существенный плюс пожалуй наверное в рамках этой серии это все я имею ввиду про эту работу правда это соберу все основные моменты и расскажу еще в отдельном видео а сейчас чтобы вам было интересно поразглядывать я добавлю небольшой клип где вы сможете посмотреть детали этой работы поближе и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы помните, я собираю только лисичек, все остальные грибы, и я фотографирую. Я думаю, что я сейчас сделаю несколько фотографий и добавлю их просто в ролик под музыку. И покажу кустики-брусники. Вот они потихонечку поспевают. Ну, брусник собирают по осени. Знаете, так интересно гулять. Просто дышу свежим воздухом. Много грибов, но, Игорь, мне просто интересно найти какие-то красивые, чтобы сфотографировать и вам показать. Я все эти грибы не собираю. Поэтому у меня скорее удовольствие от прогулки. Потому что это действительно такое удовольствие, вот когда уже август, а много всего растет. Вот я иду, кустики-брусники, тут же грибы, тут же там муравейник. Ну и лес вокруг. Еще утро, тихо. Даже птиц мало слышно. Но они же в основном весной шумят, а сейчас уже тихо. Такой седой лес. Но они страшные, не мрачные. Он скорее большой и мудрый, по моим ощущениям. У меня в этот раз много заметок про грибы, но не могла не снять еще одно такое включение. Смотрите, вот канава. Я иду по дороге, то есть я с этой стороны канавы. И здесь грибная дорожка. Видите, вот эти все грибы. Ощущение, как будто они с дорожки пошли вот куда-то туда, в глубину леса. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И покажу результат своей прогулки Похоже, передо мной кто-то прошел и лисичек собрал Я нашла совсем чуть-чуть Потом по пути зашла Буквально набрала на один раз покушать черники И отдохнувшая и набравшаяся нового впечатления от леса Иду домой И еще один процесс, который я взяла с собой на дачу Это, конечно же, мишка Я специально взяла маленькую работу Потому что понимала, что все силы у меня уйдут на то, чтобы завершить икону И плюс на то, чтобы поделать дела, ради которых я поехала на дачу Поэтому решила взять с собой маленький процесс Вот этот вот дорожный, который я начинала, когда ездила на реку Дон И вот удалось мне его повышивать Как вы видите, уже закончен хвост Одна из лап медведя Здесь тоже лапа закончена И мне остается следующим этапом Это вышивать уже самого лепрекона, который вот здесь вот лежит И две оставшиеся лапы медведя Процесс перешел в разряд дорожных Но я думаю, что я постараюсь ему уделить время дома Потому что, ну, хочется его завершить Ну, небольшой, приятный И мне вот очень не нравится, как пяльцы мынут основу Я очень надеюсь, что потом все разгладится, отстирается Я вам говорила, я по этой причине люблю вышивать на раме Потому что, ну, тогда основа не так мнется Она мнется только по краям Мне так обидно запяливать вот мордашку медведя Эти пяльцы Ну, ладно Уж очень маленький кусочек ткани А на руках вышивать тоже неудобно, потому что она мягкая Процесс мне очень нравится Он такой легкий, позитивный Цветовая гамма приятная у медведя И я сразу обшиваю его бэкстичем Поэтому не думаю, что будут какие-то сложности потом с завершением Предвкушаю, когда буду вышивать лепрекона Потому что у меня на органайзере есть металлик Я специально сейчас не подглядываю в ключ И не смотрю, где этим металликом я буду вышивать Мне интересно увидеть это в процессе самого отшива Ну и теперь всю собранную ягоду нужно переработать Это будет часть замороженная и часть сделана на такое варенье Не которое варят, а которое прокручивают с сахаром И с крыжовником будет 4 вариации Первое, то что перед вами, это крыжовник с апельсином Дальше крыжовник с черной смородиной Крыжовник зеленый с красным Просто сорта разные Крыжовник просто зеленый И такое то, что осталось лишнее Это вот пошло на морс Вот они Вкусные витаминные запасы Которые мы будем зимой открывать Кушать и радоваться Что сегодня я не зря потратила время на то, чтобы все это закрутить Не зря потратила время на выходных Когда я все это собирала и обрабатывала Ну и неделю я заканчиваю в компании с Белой Волчицей Мне удалось, пусть немного, но повышевать еще 138 крестиков у меня сегодня прибавилось Вышиваю в этой части Ну записываю это включение Чтобы показать, что процесс не забыт Да, продвижения как бы грандиозного нету Но процесс не отложен Процесс вышиваю Продвигаю И что им можно сказать Красивый процесс Я для себя стала сейчас зачеркивать маркером схему Я не помню, говорила ли это в какой-то серии или нет Если говорила, то извиняюсь, что повторяюсь Вот, я вышиваю по бумажной схеме И поняла, что мне гораздо удобнее все-таки схему зачеркивать Я так быстрее по ней ориентируюсь Хотя мне это не свойственно Зачеркивать схему Но вот адаптируюсь под каждый процесс Как удобнее Вот именно с Custom Crafts мне, конечно, проще и удобнее Потому что вот сегодня у меня было буквально там, не знаю, минут 20-30 повышивать Я решила, что это будет волчиться Я быстренько взяла процесс И мне не нужно было тратить время на то, чтобы найти, где я до этого остановилась Я сразу увидела глазами Мне не нужно было ничего считать И начала вышивать Вот, поэтому это мне так подсэкономило время И дало возможность хотя бы немножечко, но процесс продвинуть Ну и все Неделя завершилась Я буду завершать эту серию Надеюсь, вам было интересно Потому что на этой неделе случился один финиш Немного процессов И опять были дачные зарисовки И я желаю вам хорошего настроения Удачи, успеха в том, чем вы занимаетесь Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok